Субтитры сделал DimaTorzok Это плакат, унесенный ветром Это не это Возле кассы у них там стояло И они составили А вот это Монстр Целый плакат Это классно, знаете Я считаю, что это классно ребенку комнату Ой А вот здесь вот это, Джеймс Дин Кто знает Джеймс Дин Он погиб, ему было 24 года На его машине Его машина считается, что она проклятая Потому что даже после его гибели Тот человек Который купил его машину И это Разобрал ее на части Он под этой машиной тоже погиб Вот это Индианаполис Это что-то с 80-х Какие-то цветочки Я это назад и могу поставить Окей, стоять Вот моя тачка Уже тут Здесь сейчас появился один этот Такой, знаете Мальчик с пальчиком Я его назвала бы Что Видно по нему, что он продавец И он бегал Вот так вот Обувь выискивал Вот так вот Глазами стрелял Но К счастью Я до него приехала И я это Смогла кое-что взять Я еще Сядьте здесь Иногда В этом отделе Где все Такое Постельное Да Если попадется Постельное Там С этим Мишкой Имя ввиду Мишка от компании Real Florin То с этим Мишкой Очень классная вещь Продается Мне такое Не попадалось Но Всегда Есть надежда В общем Здесь Такой большой Будвилл Намного больше Чем я была Показывала вам Сейчас еще Пойдем Скажем Мужской отдел Что тут за кепки С эти Вайкинг С Миннесота Вайкинг Это Это Они всего По 99 центов Но вы знаете И По этой Похоже Как будто Это Настоящая Я имею ввиду Винтажная Уже Это Я тут еще одну Видела И больше Я ее не вижу Я хочу сказать Что есть Винтажные кепки Они могут Это По 20 долларов Уйти Свободно Вот это тоже Винтажная Но она старая Поэтому я ее не куплю А вот здесь Я ее видела Так Вот это Это что Bulls Chicago Bulls Но это Не их логотип Не совсем понимаю Что это Так Надо как-то это Все назад повесить Да И в машине Сделаю пока Что я купила Ой Что я куплю Я их сейчас Подниму Что-то Что-то Везут Тачку Везут Тех Тех Худи Тех На худи Это по-моему Знаете Это уши вставлять Но я не знаю Зачем это нужно Ты вставляешь вот так в уши А если у тебя Уши не чистые А потом Это тут Я этого не могу понять Я ее не покупаю Конечно же Вот это Pink Видите Здесь написано Pink Она такая Закошлачная Я ее не покупаю тоже Иногда Здесь можно что-то найти Но Не Всегда Но Бывает Бывает Это нужно Напасть здесь Здесь Сюда Я вижу Тоже Наведываются Многие Продавцы В основном Мужчины Они Вот так Знаете Ходят Таким взглядом Я их вижу За милю Выискивают Что Купить Что Схватить Сейчас Вышла Из Секонд-хенда И Хочу уже Вам показать Свои покупки Пока Я далеко не отъехала И Значит Я Когда Зашла В секонд-хенд Там Стояла Эта Палка Со шмотками И На вид Ничего Такого Знаете Там Было много Детской одежды И Я Увидела Какие-то Куртки Я всегда На куртке Обращаю внимание Значит Это Вот такая Курточка Это Как видите Это От компании The North Face Здесь Тоже Эта вышивка Значит Что я хочу Вам сказать Насчет компании North Face Секунду Самое главное Чтобы она застегивалась Вообще Это менеджерша В этом магазине Обалденно Вот Такая Замечательная И Такая Красивая Я вам сейчас расскажу Что-то Значит Вы можете найти Куртку North Face Да Детскую В основном По-моему У меня только детский Может и женский Я не помню В общем Обычно здесь Должен быть ярлык Но его нет И вы можете подумать Я не знаю На какой-то возраст Я не смогу Это выставлять И вы это оставите Значит Хочу вам сказать Что 100% Настоящих North Face Вообще Эта куртка Это Называется Reversible Что ее можно носить И так и так И сейчас я вам покажу Где же найти Этот ярлык Сейчас я выверну Сюда Сюда Значит Она тут Выглядит Вот так Вот Это Пуховая Она из пуха Значит Здесь Есть карманы Карманов На этой стороне Нет Окей Я не помню В каком это было Да Открывается карман И здесь В кармане Находится Ирлык Здесь написано Что это на 2 года Окей А чтобы узнать Если это настоящие Или нет На настоящих Всегда будет Вот это вот Я не знаю Если отсвечивает солнце Будет Будет вот эта вот Монограмма Здесь И настоящие Всегда имеют Много ярлыков 5 или 6 Если И у меня Было такое Я находила Норфейс Там был один ярлык Это означало Что это было не настоящая И я ее Не покупала Здесь У этой Вышивка С двух сторон Норфейс И У меня Не будет проблем Ее продать Ну не сейчас Конечно Я сказала Когда начнется сезон Вот это вот И следующая тоже Это все На девочку Понятно Девчачья У этой Сзади Маленькая Дырочка Здесь отстегивается Капюшон А Это я не знаю Значит Здесь Надпись The North Face Это не двойная Здесь вот Карман есть Тоже внутри И Здесь также Но это Более заношенная Я бы сказала Да Она более заношенная Застиранная Здесь тоже Множество Множество ярлыков Здесь еле видно На какой-то возраст И С монограммы В общем Здесь вот такое Стало липкое Но это видно Что она настоящая Капюшон отстегивать Я уже это сказала Здесь Сзади тоже Вышивка The North Face Я всегда Обращаю внимание На манжеты Нужно Естественно Смотреть Чтобы Змейка Была не сломана Вот здесь Вот это Сделано на резинке Она очень теплая Пуховая До 100% Пух Гусиный Здесь Так что Да И это Должна Я думаю Продастся Я где-то видела Тут Да Она должна Продастся Немножко больше Потому что Это называется 550 Series У них Там Делятся Они Так Здесь Мужики Стали Мне не очень Не нужно Это показать Следующая Я купила Вот эти штуки Они были По 99 центов Значит Эти штуки Они нужны В этом бизнесе Я думаю Что вы поняли Это Называется По-английски Lint По-английски Это называется Lint Roller Они были По 99 центов Вот здесь Цена В магазине Одна такая Стоит 5 Окей В этом бизнесе Они нужны Потому что Когда что-то цепляется На одежду Ты всегда Вот так вот Это снимаешь Там волосы Может животных волосы Вот так вот снимаешь До того Как ты Делаешь Фотоснимок Потому что Ты не хочешь делать Фотоснимок С кучей волос на одежде Я таких купила 4 штуки Мне повезло Они вывезли Тачку Я все их забрала Если бы были еще Я бы еще купила Следующие Это Туфли От компании Данска Я упоминала В своих видео Я бы сказала Что они в неплохом состоянии Данска Значит Эти туфли Если вы пойдете в магазин Они где-то стоят 168 Эти туфли здесь В Соединенных Штатах Очень популярны Потому что В основном Эти туфли Носят медсестры Потому что У них Есть подъем У них есть Танкетка И в них Не так болят ноги Следующая Это Знаете Я купила Я не могла Это стать Я не знаю Это от компании J.Crew И у меня куча Таких Кофточек Выставлять Продавать Я подумала Если я выставлю За 19,99 Чтобы быстро Это продать Следующая Следующая У меня Это Такая Женская Это от компании Nike Сейчас ее лучше покажу Вначале покажу Что это Nike Pro Combat Как видите По-моему это Medium Медиуме написано Fitted Fitted Это означает Что она идет по телу То есть человек не должен Иметь излишний вес Потому что тогда С лишним весом Это будет ужасно выглядеть Она вот такая Вот Есть такие Классные полоски Она очень тянется И что Самое классное Что я очень люблю Что Когда она одевается Ты вот так Одеваешь Палец На палец Это называется Thumbs И Очень удобно Когда ты сверху Одеваешь Какой-то Джекет Какую-то Куртку Что у тебя не делается Что этот рукав Туда у тебя залезает Так что Вот такая вот Классная Где здесь Nike Здесь А вот здесь Показан Nike Ихний логотип Я думаю Где же ихний логотип Потому что люди любят Конечно Покупать с логотипом Чтоб все видели Что это Nike Следующая Это Пошла в отдел платья Нашла платье От моей Любимой компании Но я не могу Ничего Оттуда носить От компании Free People Это такое Летнее платье Сейчас по сезону Видите Оно сделано вот так Вот Это Шестой Я считаю Очень такое Легкое Симпатичное Я не думаю Что у меня будет Проблема с этим платьем Его продать И следующее Я купила Две винтажные Кепки Это Баскетбольные Может Я думаю Что они винтажные Может это сделано Я думаю Что нет Они не винтажные А они сделаны Под винтажные Очень Это Большая разница Потому что Вот этот Вот Ярлык Здесь написано Ностальджа Ко Ностальгия Компания Да Вот Такая Вот шапка Знаете Люди любят Шапки Я думаю Что Это Миннесота Вайкингс Я думаю Что Знаете Их могут купить Где-то за Двадцать Двадцать В худшем случае Я думаю Десять Вот здесь вот Наклейка Что это настоящая Вот это почти Что все Но еще не все Сейчас Мне нужно этот заложить Одно закладываем Одно выкладываем Я не думала Честно скажу Я не думала Я сегодня Думала Заехать К своей маме И поехать Домой Потому что Мне нужно Это На самом деле Мне нужно Это Снимать Делать Фотоснимки Это Сегодняшний чек Да Значит За все это Я заплатила Я заплатила 32.07 На самом деле Было 35 Нет На самом деле Было 37 У меня был 5 долларов Сюда Кредит И так же Она мне Сделала Купон Купон У меня Купон Сюда На 5 долларов И вот Мой чек И еще Купила Вот такие Шузы Такие Вот Мне кажется Они Удобные Мне Так Кажется Я увидела Похожие На ebay Идут Компания Это От New Balance Компания Аравон Они В неплохом состоянии Такие Чистенькие Я бы сказала Они На ebay идут За 35 То есть Я продам все Эти туфли Ну Конечно Отнять И Самое Что мне повезло Знаете Я вообще Не ожидала И поэтому Я люблю ездить Потому что Ты никогда не знаешь Что там есть И когда там есть И все такое И что меня добило Что Оно лежало На второй тачке Которая уже там стояла Довольно долго Потому что Там половина с тачки не было Но внизу Оставались эти туфли Да И видать Никто на них Не обращал внимания Такие балетки От компании Я думаю Вы уже догадались От компании Тори Бёрш Они такие блестящие В общем Типа как Вот это вот Зеланы как знаете Побитые елочные игрушки Я думаю Такие балетки Лучше конечно На Новый год Одевать Когда Все блестит И в общем И вот это и все Все мои покупки Так что я хочу сказать Что Как я уже сказала На вчерашнем видео Что Я для себя Заведись У меня У меня Постоянно Знаете Сердце В пятки Уходит Если Моя машина Не заведется Я для себя Покупать Нужно так Чтобы Одна вещь Максимально Две вещи Максимально Чтобы они Окупили Всю твою покупку А все Остальное Что ты Купила Это Должен быть Только Плюс То есть Только Стопроцентный Доход Вот так Потому что Если покупаешь И там Я не знаю Очень много Такого Накупаешь Что оно Не продается То Это знаете Оно все может Быстро Накопиться Потратишь Кучу денег Ничего Не будет Продаваться И Сидеть И думать Что же это Что же это Почему такое Что же происходит Да Так что повезло Господь мне помог И Я думаю Я на этом закончу Да Это Недавно Ну Или В этом месяце Я не помню По моему В том месяце В этом Гудвиле И знаете Этот Гудвилл Он находится в плохом районе Ну как Здесь это Черный район Да И здесь Это Вот Walmart То есть Здесь нет Таких богатых магазинов Я даже не понимаю Как они получают Такие вещи Я как то Сюда зашла И они Они Вывозят Эту Ну Палку Со шмотками И на этой Палке Со шмотками Только мужская Одежда И Я когда увидела Что там было Что там было Мне чуть плохо Не стало Я вам потом покажу Я в общем от очень богатых высоких компаний взяла там вещи Но самое главное Но самое главное Что я там взяла Это был итальянский мужской костюм Шикарный Вообще В шикарном состоянии Я в костюме Когда Если я покупаю мужской костюм Что не часто Всегда нужно смотреть Вот тут Подмышками Потому что если там будет что-то желтое Часто может быть порвало Это я считаю покупать не нужно И Ну Это на ваше усмотрение И Я всегда заглядываю так же в штаны Я сделала вывод Что мужчины Часто писают свои штаны Потому что там все желтое Ну этот костюм он в идеальном состоянии Там все белое Все И этот костюм Он На этой интернет странице В этой компании Стоит Восемь тысяч То есть костюм за восемь тысяч долларов Это вообще Я не знаю Человек должен быть очень богат Чтобы такой костюм покупать Так что Поэтому люди идут на ebay У них нет таких денег Восемь тысяч Понятно Но я думаю Что за такой костюм Где то может больше Чуть Чуть чем двести Человек точно заплатит Ну это что я вам хотела сказать И На этом я заканчиваю свое видео Всем счастливо И пока С вами была Саша